Это наш очередной влогмаз. И мы приехали на пляж. Остается меньше десяти дней до Нового года. Никогда новогоднего настроения не ждать, а всегда создавать его самостоятельно. А какие самые интересные и создающие новогоднюю праздничную атмосферу бывают фильмы? We are very, very extraordinary. Привет всем, это А плюс М. И это наш очередной влогмаз. Посмотрите-ка за окно. Какая у вас снаружи обстановка? Вот у нас, например, светит солнышко, плюс 12 градусов тепла. И мы приехали на пляж. Десять дней до Нового года, заметьте. Мы приехали на пляж, который называется Лузановка. Это такой крупный городской пляж в Одессе. Вообще Лузановка, это, помимо прочего, еще и парк, который тут рядом расположен. И жилой микрорайон. Ну, не самый престижный, скажем так. Но вообще тут замечательное место, куда можно приехать и погулять вдоль моря. В прошлый раз мы были здесь в мае, весной. У нас даже есть видео на нашем канале, можете посмотреть. Ссылка у вас на экране. О, там чайчики летают. Знакомый пират. Ну что, друзья. Осталось меньше десяти дней до Нового года. И посмотрите, какой сзади нас очаровательный вид. Пока мы с Аней говорили, на пляж спустился туман. Среди белого дня. Вот тут такой прикольный кошачий домик. И даже с котом. Вот такой вот парк Лузановка. Ну что, друзья. Остается меньше десяти дней до Нового года. И нам ничего не остается, как создавать нововыднюю атмосферу самостоятельно. Потому как не ко всем, а к очень малым людям она приходит вовремя. А еще, как вы уже видели в начале ролика, мы живем в таком месте, где не всегда, даже за десять дней до Нового года, может чувствоваться атмосфера зимы и зимнего праздника. По правде говоря, мне сейчас просто жарко. За весь год, наверное, ни разу может не пойти снег. Вместо снега у нас тут только что выпал туман. Туман – это обычное дело для Одессы. Это слякоть, темнота днем. Поэтому для меня лучшим украшением дома всегда является на Новый год гранда. Она создает мягкий, теплый свет и становится так уютно, приятно, по-новогоднему. Смотреть новогодние фильмы рождественские, слушать музыку. Еще мы нарядили ёлку. И вы видели это в нашем первом влогмусе. Это было еще 2 декабря. Мы это сделали специально, чтобы новогоднее настроение пришло как можно раньше в нашу жизнь. Вообще, я научилась никогда новогоднего настроения не ждать, а всегда создавать его самостоятельно. Нам не нужно ждать милости у природы, создать новогоднее настроение. Это наша с вами задача, товарищи. Да, потому что всем нам хочется немножко волшебства, всем нам хочется поднимать себе настроение, и это нужно делать самим. А далеко не каждый рождается Гарри Поттером. И мы тут с Аней подумали, а какие самые интересные и создающие новогоднюю праздничную атмосферу бывают фильмы. Ну, наверное, самый-самый такой известный из иностранных фильмов, это, конечно же, «Один дома». «Один дома» я всегда смотрела перед самым Новым годом, вечером, вместе с родителями. Еще мне вспоминается один интересный рождественский фильм про парня, который поехал куда-то в командировку и застрял в каком-то городке захолустном. Ну, это американский фильм, мы с тобой его даже один раз смотрели. Помнишь название? Название, к сожалению, не помню. Да надо вспомнить. Название вы, наверное, увидите внизу экрана. Также для меня одним из самых приятных, самых любимых прождественских фильмов является «Отпуск по обмену». Он такой теплый и такой уютный, и создает такую приятную атмосферу, что, наверное, сложно какой-то еще фильм сравнить с этим. А из отечественных фильмов очень часто смотрят «Иронию судьбы», но, честно говоря, этот фильм уже совершенно надоел. Для меня гораздо приятнее. Из отечественных фильмов это «Чаро идеи» и «Иван Васильевич меняет профессию». О, да, «Иван Васильевич» это вообще крутейший фильм, который, кстати, очень часто крутят на праздники, в том числе и на новогодние, поэтому под Новый год его посмотреть самое оно. Ну а также сейчас, в этом году, вышел фильм «Рождество на двоих». Мы его еще не видели, оставили на свадьбе. Нет, подожди. Почему «Ол»? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok